если вы ищете теплый парку на холодную зиму и попали на этот обзор значит ваши поиски практически завершились и осталось вам только выбрать конкретную модель бренда канада гусь канада гусь как вы понимаете канадский бренд знает что такое морозы и их изделие очень хорошо подходит для российских зим сегодня мы будем рассматривать модель rose clear это не самая теплая парка в модельном ряду канады гус но одна из тех которые оптимальным образом подойдет для европейской части россии так как рассчитан на температуру где-то 10 20 градусов ниже 0 для начала расскажу немножечко технологиях этой парке которые пересекаются со всеми моделями канады гус но именно они отвечают за теплоизоляцию и вы должны понимать чего покупаете в конечном итоге в качестве внешнего материала используется фирменная миксовая ткань arctic tech это смесь хлопка и полиэстера аналогично используется у компании фиал равен для тормозен и ряда других скандинавских брендов и они зарекомендовали себя как очень прочные и очень надежные то есть порвать эту ткань но очень будет сложно гуляете ли вы по лесу где там ветки торчат или играете с собакой и она случайно прыгнул на вас лапками поэтому покупая эту парку вы можно сказать делать инвестиции на долгие долгие годы качестве утеплителя здесь используется утиный пух именно утиной несмотря на название канады гус feel power 625 это более чем достаточное качество для таких изделий как на каждый день на даже спортивные изделия но там где не требуется экстремальный низкий вес или экстремально компактный да то есть утиный 625 фп гусины 625 это все идентично поэтому можете быть уверены что парка теплая и ветра стойкая то есть ткань достаточно плотного плетения совершенно не пропускает ветер для того чтобы материал не впитывал себя влагу здесь нету мембраны которая ну придана защищать первую очередь от дождя а зимой у нас осадки достаточно сухие как правило но здесь имеется пропитка девиар для того чтобы если вдруг снег начинает таять будь то там теплое помещение вы вошли чтобы ткань не вбирал его в себя и не утяжелялась на утепление здесь также работает ряд конструктивных элементов таких как именно в этой модели вот мы рассматривали шальбурн там такого не было здесь есть утяжка внутри то есть кулиска позволяет утянуть парку по талии помимо того что вы уменьшаете объем парке она становится более плотно сидящей и соответственно вы потеряете меньше теплого воздуха через подол вы таким образом также можете немножечко изменить силуэт парке и сделав его более приталенным более изящным также у модели росклэр есть интересная деталь который меняет чуть-чуть внешний вид вашей парке это молния сзади на подоле которая расстегивается и увеличивает объем что делает ее более комфортной при каком-то активном движении либо такой вариант еще выбирают дамы которые имеют крупные габариты им просто парка становится более комфортной также на утепление работают уютные манжеты которые можно встретить практически во всех моделях бренда они трикотажные мягкие соответствующие от попадания снега внутрь от попадания ветра холодного воздуха и от выдувания соответственно согретого вами воздуха изнутри они достаточно уютные и прекрасно комбинируется с перчатками не конфликтуют обратите внимание что здесь нет дополнительных никаких регулировок манжетов поэтому если вы планируете надевать перчатки варежки которые там сверху ну посмотрите как это сочетается из теплого что здесь теплый здесь имеется теплый капюшон технологии теплого капюшона можно встретить далеко не во всех зимних изделиях различных брендов но у канада гус это пунктик и капюшон здесь утеплен также как и вся остальная парка помимо всего прочего капюшон здесь очень глубокий и имеет целый ряд настроек которые позволят вам сформировать его по вашей голове по вашему лицу как вам будет комфортно в данный момент то есть хотите сделать его посвободней если жарко хотите сделать его плотно-плотно сидящим утяните сзади утяните с помощью утяжек соответственно спереди и помимо всего прочего можно сформировать козырек который обрамлено пушкой койота вы практически как космонавт будете вот таким маленьким иллюминатором соответственно пребывать в этом уютном теплым капюшоне еще один элемент который позволяет сохранять тепло это конечно ветрозащитная планка которая располагается поверх молнии молнии здесь мощные тракторного типа но они не имеют никакой такой прорезиненности или какой-либо защиты от ветра от влаги соответственно двойная планка 1 в основе 2 прикрывает сверху хочу отметить что в отличие от модели шельбурн которая рассчитана на тот же температурный режим это 10-20 градусов мороза здесь ветрозащитная планка фиксируется не кнопками а вот такими пуговицами с одной стороны пуговицы крупные и их удобно брать перчатках или варежками другой стороны возможно именно когда будет хуже холодно возможно вам будет не так комфортно как с кнопочками поэтому здесь просто по выбирайте какой вам вариант будет но наиболее оптимальным теперь давайте перейдем к другим деталям этой парке карманы в них вы будете не только носить какую-то мелочевку но и греть руки здесь они расположены достаточно удобно чтобы опустить в них руку то есть и наклон и объем позволяет с комфортом поместить туда руку как варежки так и без карманы здесь не утепленные то есть утепление поверху нету модели шельбурн там утеплитель расположен сверху здесь нет здесь в качестве утеплителя используется только флиз он не только утепляющий но и просто приятно когда вы пускаете голую руку и карман дублирован то есть он такой двойной здесь есть 2 здесь флиса нет но соответственно сюда можно положить какие-то вещи которые там хоть ключи которые вы хотите изолировать от голой руки чтобы не царапаться чтобы было приятно флиз здесь имеется с внешней стороны по внутренней стороне используется тот же мейк материал арктик внутри у нас есть еще пар кармашков один карман находится здесь его объем достаточный чтобы положить туда мобильный телефон или какой-нибудь паспорт и имеется еще такой сетчатый карман и его скорее всего можно использовать для перчаток или шапку или какую-то мелочевку такую вот что объемные и явно не выскочит потому что никакого крепления здесь дополнительного нету по планочке который я показывал ранее в верхней части имеется вставка опять же из того самого нежного флиса на случай когда вы полностью застегиваетесь надевать капюшон и хотите спрятаться от ветра и холода чтобы не царапало вам лицо соответственно флис здесь очень уместен обращаем внимание что ворот здесь очень высокий он практически перекрывает нос и это как бы с одной стороны может защититься вам будет тепло с другой стороны каждый день так не будете ходить и все-таки быть чуть-чуть распахиваться возможно купите еще какой-то шарфик хочу отметить что опушка из койота съемная и при желании вы можете ее снять и носить парку без нее ну и напоследок главная фенечка парк канады гус это наличие таких замечательных лямок который находится в области плечей и по сути превращает вашу парку в некий рюкзачок когда вы входите в теплое помещение транспорт или торговый центр вы можете повесить ее таким вот образом это очень удобно у вас руки свободны вам не жарко а парка всегда при вас не обязательно искать гардероб может быть его даже и нету на этом наш обзор подходит к концу хочу отметить лишь что модель выпускается в широкой цветовой гамме все цвета достаточно сдержанные и даже красный не является кричащим скорее такой благородный и вся продукция выпускается непосредственно в канаде что на сегодняшний день не редкость поэтому покупая достаточно дорогую парку сегодня вы можете быть уверены что вы будете носить ее долгие годы и возможно даже оставить извещание своим внучкам это была парка канаду гус модель росклеер индекс температур комфорта здесь по шкале непосредственно самого бренда те 3 что означает что она подходит для температур 10 20 градусов если вы хотите что-то потеплее то рассмотрите модели где этот индекс будет равен как минимум четырем циферка 5 это уже что-то совсем теплое рассчитан на экспедиции а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok